Всегда будут люди, у которых огромный излишек денег. И всегда у некоторых этих людей будет потребность это демонстрировать. Мы видим роскошные туалеты Терехова. Холенька с своим джемом из кумкватов вообще ничего не сравнивает. Смотрели на чужую жизнь, думали, боже, моя жизнь полная говно. Мне моего люкса хватит на всю оставшуюся жизнь. Я готова его больше не покупать. И это не будет вызывать у них некоторый ужас в глазах. Доброго времени суток. Это Николай Усков и программа «Форбс Карантин». Сегодня поговорим о том, хватит ли хвастаться, уйдут ли понты вместе с коронавирусом. Недавно Ксения Собчак устроила судилище над Яной Рудковской, которая всех якобы задолбала своими завтраками с роскошной посудой и огромными букетами цветов. Зависть или новый тренд? Действительно ли мы будем меньше потреблять? Или все вернется на круги своя? Ведь на самом деле мы не первое тысячелетие живем в иерархическом обществе. И понты ничто иное, как проявление нашей власти и успеха. Я начну, наверное, с вопроса к Яне Рудковской. Ян, недавно Ксения Собчак устроила настоящее судилище над тобой. Ну, главное, что у тебя есть деньги, и ты на них купила все эти Шанели, все эти Диоры, а еще тебе Диоры подарили, а еще Шанели тебе подарили. И что в доме у тебя вот этот какой-то антиквариат и кровать Романовых. Что ты такая, светская дама, и букеты у тебя стоят совершенно просто грандиозного размера. За этим было интересно наблюдать, поскольку, на самом деле, я участвовал во множестве таких передач. Когда-то Гордон про меня снимал такую передачу, что я, значит, источник вселенского зла. В этот раз ты побывала в этой роли. Какие твои ощущения от этой передачи? Знаете, на самом деле, эта передача была снята в декабре месяце, и она не получилась. То есть, Ксения сказала, что она не получилась, но как бы не так, может быть. И она все время, видимо, я не знаю, почему-то откладывала. Ну, я думаю, что понятно, почему она не получилась. К сожалению или к счастью, она вышла вот в тот момент, когда у меня случилась эта история с Сашенькой. Вот, и мы с Ксюшей долго обсуждали, нужно, в общем, ее делать или нет. Она обещала все равно ее сделать. Я и настояла, чтобы она не сделала. То есть, в принципе, она могла не выходить. Вот. Но какие ощущения? Ну, мне, конечно, обидно, что не показали финал. Мне кажется, что это немножко, ну, скажем, нечестно. Все люди, которые были мои оппоненты, кроме Арины Холиной, они все тоже подошли и сказали, что... И в передаче, кстати, тоже это говорили, это, кстати, вырезали. Что мы уважаем Яну, что мы уважаем ее за ее труд, за ее целеустремленность, бизнес и так далее. Это тоже, к сожалению, не вырезали. Но я понимаю Ксюшу, ей хотелось мяса, ей хотелось крови. Вот. Не знаю, двойственное впечатление. Конечно, не очень приятно, когда тебе обещают, что тебе сделают красивой, а потом ты выглядишь там ужас как. Вот это меня немножко смущает с точки зрения женской. Все остальное, вот я сказала то, что мне не понравилось. Все остальное я, в принципе, довольна, потому что я считаю, что когда про тебя говорят, тебя обсуждают, ты в трендах Ютуба, ты в трендах Инстаграма, Телеграма и так далее, и интернет-пространство, это всегда хорошо. Я считаю, что когда к тебе после этого приходит большой рекламный контракт и говорят, мы хотим видеть вас своей героиней вместе с вашей семьей, я говорю, что это самые лучшие инвиденты от таких программ. Поэтому у меня нормальное впечатление, это программа, я знала, куда я шла. Я вот от последнего предложения Ксении осторожно сообщак отказалась, потому что хотела, чтобы вы выпустили именно эту передачу. И вы знаете, я думаю, что все, кто сейчас находится с нами в дискуссии на этой программе, в этом зуме, все прекрасно знают Ксюшу и прекрасно знают, что у Ксюши не бывает, в принципе, таких программ, которые были бы не обсуждаемы. Поэтому в этом и есть источник ее смысла донесения информации до конечного потребителя. Поэтому я с этим как-то не хотела бы спорить, я знала, куда я шла. Мне кажется, что я выглядела там достаточно серьезно, такая, какая я есть, никого не обскорбляла, не материлась, не вступала ни в какие-то жесткие полемки, потому что действительно у меня ни к кому нет никаких вопросов. Если вопросы есть ко мне, то я всегда вот, Николай, готова на них отвечать. Неважно, у Ксении Собчак или сейчас, у вас, или где угодно. Юля Пош, поскольку у нас две Юли, я буду по фамилии обращаться. Вы делаете телеграм-канал «Антиглянец», наверное, вы неспроста его так назвали. За этим стояла какая-то идеология или только зависть? Точно, совершенно не зависть. Это скорее, собственно, истоки этой истории уходят в журнал «СНС», который, я думаю, что вы помните. Мы все работали в одном издательском доме на тот момент. И «СНС», у него было такое позиционирование, как «Антиглянец». Ну, вот в хорошем смысле, не какой-то классический выхоленный, такой вылощенный «Глянец», который мы видим зачастую в других издательских домах, а такой немножко гонзо, немножко хулиганский. В общем, мы себе позволяли то, что не позволяли себе другие журналы. И потом это как-то совершенно спокойно и логично мутировало в телеграм-канал «Антиглянец», который тоже, в общем, не боится шутить, не боится шутить над собой, над окружающими, в общем, какое-то свое мнение выдавать, и не делают вид, что мы там Библия, чего угодно. Но вот все-таки к вопросу, да, зависть или идеология? Вы чувствуете, что наступили какие-то новые времена, когда, условно говоря, Инстаграм Яны Рудковской выглядит анохронизмом, например, над ним можно шутить? Или вы просто на неком негативе собираете публику, завистливую? Ну, я бы не сказала, что это исключительно негатив, во-первых. Мы не то чтобы прям сильно негативим, это скорее ирония. Но мне кажется, что, опять же, если у людей нет самоиронии, то это скорее какая-то проблема людей. В целом, я бы не сказала бы, что это зависть, или что Инстаграм Яны Рудковской – это анохронизм. Мне кажется, что если можно над чем-то пошутить и посмеяться, то это же всегда прекрасно. Опять же, Яна всегда с удовольствием и над собой смеется, с собой шутит, сама себя там где-то пародирует. Мне кажется, это классно, я не вижу в этом никакой проблемы. Ника, хотел тебя спросить. Ты, в принципе, работаешь примерно в том же жанре. Мы все видим твою прекрасную террасу в Кавдай. Мы видим роскошные туалеты от Терехова, по преимуществу, в последнее время. В свое время ты написала легендарный пост еще в ЖЖ «Насосало», насколько я помню. Недавно ты дала рецепт, что там было, курица, да? Но, как бы, по мотивам того поста, мне кажется, да, как правильно продать курицу. Кольенька, с твоим джемом из кумкватов вообще ничего не сравнится. Я считаю, что это вообще лучший образчик. Для тех, кто не помнит, рекомендую обратиться. Это тихое шуршание банкнот из банкомата. Простые мелочи, которые нас радуют. Нет, но хорошо. Извини, если тебе неприятно вспоминать прошлое. Нет, 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 ничего. Это же моя молодость. Конечно, приятно. Тебе не кажется, что... Ты сейчас стать молодая прекрасно, но тебе не кажется, что все-таки мы живем в мире, когда, ну, немножко странно, особенно в разгар этой эпидемии, показывать стиль жизни. Мягко говоря, малодоступный. Слушай, Коля, у меня тут даже была некая дискуссия с Яной. Я на курсе. Потому что я написала пост про мир, как битком забитый холодильник. И меня тогда очень сильно резануло. Я не знаю, такая гипербола, назовем это так, про сундуки Луи Виттон, личные ценности. Если ты обратил внимание на мой инстаграм, у меня картинка не поменялась. И, собственно говоря, бэкстейдж, он тот же самый. Вот Борисыч, который лежит у меня на коленях. И просто у меня стало очень много рецептов. Это рецепты из простых продуктов. Если мы говорим сейчас о такой пандемической гигиене в публичных сетях людей, у которых, мягко говоря, все немного лучше, чем на общем фоне, то мне кажется, что я эту гигиену абсолютно соблюдаю. Ну, то есть у тебя нет ощущения какого-то диссонанса? Слушай, вот недавно голливудские актеры подписали совместное заявление о том, что нужно вообще прекратить жить на показ. Все эти понты, они сейчас бесят людей, что нужно быть скромнее. Ты не чувствуешь, что как-то изменились времена? Да, да, Ян. Так как опять все идет вокруг меня, Я понимаю, зачем? Не вокруг тебя, а вокруг сундуков. Мы все к ним возвращаемся. Ее проплачен Луи Бютон, мы поняли. Заметь, что мы с тобой все это обсудили не на, скажем, не публичном пространстве, а очень интеллигентном директе. Вот Юля Пош сейчас сказала, сейчас весь мой Инстаграм, ну, помимо, конечно, завтраков, потому что я хотела закрыть эту рубрику, и огромное количество, просто вы не представляете, какое в директе что бы не закрывало, потому что люди смотрят, вдохновляются и так далее, и даже из каких-то полевых цветов делают красивые букеты, ставят, покрывают мужьям, делают красивые запеканки, украшают и так далее. Так вот, по поводу люкса, если вы посмотрите мой Инстаграм, то сейчас все, что находится в нем, это как раз не люкс, а наоборот анти-люкс. То есть здесь все видео, они настолько смешные, они настолько самоиронии, и они действительно рвут на сегодняшний день мой Инстаграм, и вообще там какие-то безумные просмотры по 45 миллионов неделю просмотров по Инстаграму. Я считаю, что это хороший показатель, и такого, в принципе, ну, наверное, в моей бы жизни не случилось, если бы не карантин. То есть такая самоирония, такие танцы с Евгением, с Сашенькой, и все эти видео смешные, они, конечно, мне кажется, очень заходят, аудитория им супер нравится, поэтому я как раз поменяла свой Инстаграм. Я не знаю, кто-то, может быть, давно у меня не был, тогда welcome, посмотрите. Вот, и Юля абсолютно правильно сказала, я не знаю насчет анти-глянца. Есть, конечно, Телеграм-злобные каналы, которые вообще не разбираются в люксе и пытаются об этом писать, вот. Вот, но есть люди, которые как анти-глянец, например, которые очень прекрасно пишут обо мне, и даже если там есть доля иронии, я готова к этой иронии, так же, как и все мы. Честно говоря, я не поняла, а в чем сейчас была дискуссия со мной? Подожди, Ян, ты хотела что-то мне сказать? Я сказала, что мы с тобой уже это обсудили в директе и друг друга поняли по поводу моих сундуков. Мы с тобой, это было в начале карантина, мы с тобой это обсудили не в публичном пространстве, а интеллективном. Не, Ян, подожди, мы с тобой, да, мы с тобой обсудили, и я была не права в том, что, наверное, не стоит пользоваться приемами той же Ксении, да, для увеличения волны резонанса, упоминать кого-то конкретного. Но я по-прежнему не считаю, ну, нахожусь с тобой в нескольких разных плоскостях, понимаешь, каких-то там ценностей и демонстрации, ну, скажем, мягко своего базового такого финансового отличия от людей, которые нас читают. У каждого, знаете, сколько людей, столько мнений. Вопрос этот поднялся тогда, когда, скажем так, ты же раньше этот вопрос не поднимала, ты же его подняла именно в тот момент, когда начался карантин, самоизоляция и сложные времена. До этого тебя не смущали там ни лодки, ни самолеты, ничего. Поэтому еще раз повторюсь, я про сундуки услышала, ну, они есть в моей жизни, к сожалению или к счастью, но я, как ты видишь, не демонстрирую. Если ты посмотришь мой инстаграм на протяжении двух последних месяцев, там практически не люкс, все-таки более земные темы, более смешные видео. Поэтому мне кажется, что... Диана, подожди, подожди. Ты сейчас немножечко кривишь. Я вот даже могу зачитать, что я тебе тогда написала. Я написала. Ян, ну слушай, даже меня при моей более-менее уверенности в завтрашнем дне твои трансляции очень покоробили. Ты попалась под горячую руку. Прости за пафосные слова, но мне кажется, что сейчас задача публичных людей быть мудрыми, насколько возможно, не выворачивая на них, на людей, которых завтра будет нечего есть. Я сама уволила 25 человек. Своё понимание вечного. И да, я не считаю сундуки не только вечными ценностями, но и ценностями вообще. Прости, если я обидела, тогда было нервно. Юлия Варшавская, вот ты делаешь, в общем, журнал для умных, успешных женщин, Forbes Woman, да, и не только Forbes Live. Мы с тобой недавно были на неделе моды в Милане, и тебе не очень там понравилось, было как-то некомфортно. Ты себя чувствуешь немножко в этой люксовой индустрии, ну, что ли, чужой. Как тебе кажется, вот за этими дискуссиями, которые сейчас идут, идут во многих телеграм-каналах, у Собчак, у нас сегодня, да? Стоит какой-то идеологический сдвиг или всё-таки нами всеми движет желание накрутить просмотр? Николай, ну, мне кажется, что мы всегда всё равно все находимся между желанием поддержать какие-то важные для нас ценности и желанием накрутить просмотры, потому что без просмотров мы все не будем существовать, ну, будем относиться к этому здраво и цинично, но если говорить глобально, то мне кажется, что мы сейчас находимся в ужасно любопытном моменте времени, когда действительно мода на ценности материальные сменяется модой на ценности, что ли, ментальные, духовные, да? Потому что глянец... Ну, вот, когда я работала 10 лет назад в журнале Psychologist, у нас был большой издательский дом, и там было много глянцевых журналов. И мы на первом этаже в журнале Psychologist относились к ним очень скептически, потому что это был глянец, а мы были вот интеллигентные. И мне кажется, что самое прекрасное, что случилось за эти 10 лет, это то, что эта граница между интеллектуальностью и глянцем, она стирается, потому что... Глянец — это что, на мой взгляд? Мне кажется, глянец — это то, что модно, то, что в моде. А что в моде? В моде экологичность, феминизм, тренд на осознанное потребление и так далее. Это правда модно. И вот сегодня мы, например, на Forbes Woman выложили профайл, такой большой кейс на Ризу Уизерспун. Я думаю, что никто из присутствующих не будет спорить, что это, ну, на сегодняшний день одна из самых выдающихся женщин, которая из блондинки в законе, превратилась в супер-бизнес-вумена, она в сотне самых влиятельных женщин мира, и она создала целую инфраструктуру в Голливуде, которая позволяет женщинам за 30 лет быть абсолютно востребованными, сниматься в топовых фильмах и сериалах. И она в списке Forbes со состоянием 240 миллионов долларов. И мне кажется, что это классный пример того, как сегодня меняется глянец. Вот он из блондинки в законе превращается в такой woman power, причем с теми же деньгами, с тем же уровнем доходов и так далее. И я, конечно, как главный редактор Forbes Woman, я хочу, чтобы женщины, которые абсолютно self-made, и моя бабушка работала в Барнауле вместе с мамой Яной Рудковской, и я представляю, какой фантастический путь она проделала, да, абсолютно как бы своими руками, создавая огромный бизнес. И мне, конечно, мне, честно говоря, все равно, сколько люксов в чем-либо инстаграме, но мне очень важно, чтобы вместе с люксом и вместе еще с чем-то были правильные ценности. То есть для меня важно, чтобы люди, у которых большая аудитория, рассказывали о том, что важно быть self-made, что важно заниматься благотворительностью, что важно поддерживать какие-то актуальные тренды. Вот в этом смысле, мне кажется, что каждый из нас может найти золотую середину и в издании, и в телеграм-канале, и в собственном инстаграме. Другая, Юля. А вы согласны с тем, что инстаграм нуждается в некой такой, ну, в некой реформе, что ли, то есть когда в него должны войти темы социальные? Или это сейчас пока еще не тренд? Нет, безусловно, согласна с этим. Ну, как бы из-за какой-то картинки, которая вот в какой-то момент действительно инстаграм в бесконечную трансляцию жизни, которая лучше, чем реальная. Да, то есть этим понятно, что балуются не только там селебы, да, не только там светские дамы разного уровня, но и обычные люди, которые, естественно, глядя на там своих каких-то любимцев, очень хотели, чтобы их жизнь собственная выглядела тоже чуть лучше. Ну, по крайней мере, в глазах других. Это же, по-моему, было очень много исследований о том, что инстаграм стал причиной там многочисленных депрессий, суицидов и всего остального, потому что люди смотрели на чужую жизнь, думали, боже, моя жизнь полное говно по сравнению с жизнью этих невероятно красивых отфотошопленных людей в отфотошопленном мире и, в общем-то, зарывались где-то далеко в своих, в общем, проблемах. И действительно важно показывать, что не все такое отфотошопленное, что селебы думают не только о том, что купить и как продать, но и о каких-то более глобальных темах, да, потому что люди несут вообще какой-то месседж сами по себе, и они не боятся показать свое реальное лицо, не боятся показать себя без фотошопа, с лишними, не знаю, килограммами, морщинами. Таким образом, они мотивируют других женщин, других мужчин, там, вообще всех остальных не боятся себя, не боятся быть честными. Это важно, мне кажется. Не, ну все-таки одно дело там показывать себя такой, каким ты являешься, а другое дело нести какой-то месседж, да, вот все-таки. Я просто хотел, хотел, ну, привести такие вещи, да, которые сейчас приводят в основном критики люкса и модной индустрии, что, собственно, именно люкс и модной индустрии являются одним из главных опасностей для экологии планеты. Например, коровы, вы, наверное, слышали это, которые необходимы, в том числе, не только для производства мяса, но и для сумок и обуви, вреднее автомобилей и самолетов, да, в мире полтора миллиарда коров, и эти полтора миллиарда коров производят 18% всех парниковых газов, да, в том числе две трети аммиака и треть метана, которые вызывают кислотные дожди и перегрев планеты. Плюс транспортировка, изготовление, там, транспортировка мяса, кожи, да, шкур, да, обустройство пастбищ, все это сжигает топливо и дает 9% мировых выбросов углекислого газа. И дальше этот список обвинений модной индустрии и люкса, он продолжается, потому что речь еще идет об окрашивании тканей, о производстве хлопка и так далее. Получается, что все, что связано с одеждой, чрезмерным потреблением одежды, других товаров, там, не первой необходимости, да, в конечном итоге наносит вред, таверна сопоставимый с вредом от сталилитейных заводов, там, может быть, даже и больший. Вот в этом контексте, например, Ян, тебя это не беспокоит? Я понимаю, что мы все хотим хорошо выглядеть, но тебя как-то трогают вот эти рассуждения экологов. Коль, у меня, знаешь, у меня как бы еще два момента, которые меня очень смущают во всем, что сейчас происходит. Первый момент. К сожалению, да, сколько бы я ни делала благотворительных и социальных дел, хороших, к сожалению, в Инстаграме это не так пользуется популярностью. И когда ты выставляешь, например, что там твой благотворительный аукцион с Натальей Водяновой или там с Леной Перминовой собрал там миллион или там семьсот тысяч евро, люди пишут, а вы эти деньги раздербаните, там вы детям деньги не достанутся. То есть у людей настолько сейчас любая новость, в том числе даже про благотворительность вызывает какой-то, я последние два года говорю, какой-то, не знаю, там негатив, что лучше бы там продали сумки, помогли ребенку. И ты когда выставляешь, вот мы выставили, допустим, помощь медикам, которые заразились коронавирусом, показали, как мы помогаем там ветеранам войны, собрали продуктовые корзины. Это пошло. То есть очень хорошо люди с позитивом, здорово, классно. Но были и те, кто говорят, вы это все делаете на показ, а не от чистого сердца. Поэтому здесь все очень относительно. Ты не можешь угодить всем. То, что касается коров и люкса, значит, мне моего люкса хватит на всю оставшуюся жизнь. Я готова его больше не покупать. То есть у меня хватит мне, моим детям и, судя по всему, моим внукам. То, что касается истории с люксом в дальше, я понимаю прекрасно, как и все мы, которые сидим сейчас здесь, и не только мы, что люкс уже не будет прежде. Но с другой стороны, если, например, я, человек, который там, я по-прежнему настаиваю, вы можете узнать это и у дома Диоры, и у дома Руги, то, что я являюсь другом этих брендов. Если я не буду у них ничего покупать, ничего выставлять, там, не дай бог, это все это одену, как вы думаете, я, там, еще кто-то, еще кто-то, ну, и вообще в целом все договорятся не покупать и не выставлять. Что будет с глянцевыми журналами? Что будет с целым, со всей индустрией люкса? Вот у меня просто вопрос ко всем. Как вы думаете? Вот все ко мне почему-то задают вопросы. Вы задайте вопрос всем. Вы посмотрите сейчас, например, весь глянец. Я купила глянец, нет рекламы, нет рекламы, даже в том глянце, где она просто была в очень большом количестве. Просто худенькие номера. И это, друзья мои, второй месяц пандемии. Пошел третий. Понимаете, о чем я говорю? То есть смысл в том, что тогда умрет весь глянец, и мы все станем анти-глянцем. Вот и все. Поэтому вопрос не только ко мне, вопрос в целом очень глобальный. И коров будет меньше убивать, и еще что-то будет меньше делать. Согласна. Но в том случае ничего в любом случае не поменяется, наверное, у нас с вами, но глянец умрет. Печатной версии 100% не будет, но и в целом умрет люкс. Вот мое мнение. Вообще историю, ну вот это как бы эволюционирование, ну вот я сейчас приведу пример, чтобы было более-менее понятно. Когда компания Кодек была лидером рынка, да, были фотоаппараты, но потом появились телефоны, и компания Кодек стала делать мыльницы, и что с ними произошло? Да ничего. Не тем образом рынок эволюционирует. Сейчас наличием у человека айфона, да, у него отвалилось огромное количество вещей, которые раньше, казалось, составляют его такую просто ну необходимую составляющую там ежедневного быта. Да, это, это, конечно же, огромная индустрия. В этой индустрии, конечно же, работает огромное количество людей. Но не индустрия формирует потребителя, а потребитель формирует индустрию. Я думаю, что те крупные бизнесмены, которые, собственно говоря, на этом зарабатывают, а это, конечно же, частные физические лица, они, наверное, в состоянии вот эти вот, ну, как бы, так сказать, новые изменения монетизировать. Поэтому давайте не беспокоиться о семье Бернара Арно. Я думаю, что они как жили хорошо, так они жить хорошо будут, потому что, ну, наверное, они уйдут в какую-то другую ценовую категорию. Наверное, это будет с новыми какими-то экологичными трендами. Наверное, это будут другие рекламные площадки. Гляньте не потому, что умер, потому что умерла индустрия, он умер, потому что появился Инстаграм. Нам не нужно теперь светский выход, потому что мы видим показы все в режиме онлайн, нам не нужна реклама, потому что те же самые модные коллекции мы снова видим в режиме онлайн. Он стал просто неактуален, точно так же, как стали неактуальные крокодиловые сумки по 30 тысяч евро. Мне сейчас в страшном сне не придет в голову эту гадость снова идти покупать. Я считаю, что это уже давным-давно абсурд, и хвастаться этим. Это тем более абсурдно, особенно человек, который может себе это позволить. Мика, но ты же продолжаешь делать глянцевый журнал, да? Я не делаю поля. У меня журнал о людях. Он всегда был журналом о людях. Он никогда не был глянцем. Поэтому собака выходит в 22 городах, потому что она, если ты обратил внимание, 80% контента это интервью и история людей. Это не история моды, это не история, там, это не история брендов, это не какие-то там фэшн-интерьеры. Это вот все то, что окружает нас, и то, что находится в... Вот можно притянуться рукой и потрогать. Подожди, а журнал «Аэрофлот» ты продолжаешь делать? «Аэрофлот»? Нет, журнал «Аэрофлот» делает Борис Перегорьевич. И журнал «Аэрофлот» точно так же всегда делился на «Аэрофлот премиум». Это было сделано специально для именно фэшн-клиентов. И я думаю, что, конечно же, он умрет. А журнал «Аэрофлот», который журнал, там, отревали, причем отревали не люксовым, не пятизвездочным, а каких-то, не знаю, там, гастрономических трендах. Там очень много культурологических статей, статей у «Города Африки Туре». То есть это не... Это, опять же, это не глянец. Но он ломится от рекламы, тем не менее, насколько я помню, когда я последний раз летал на «Аэрофлот». Ну, слушай, это единственный журнал, знаешь, где не надо приходить к клиенту и рассказывать, кто ты, что ты, почему тебя надо любить. Там все прекрасно понимают, что ты садишь в самолет, у тебя никаких шансов нет, тебя надо будет открыть. Как тогда монетизируется собака, если ты говоришь, что там нет рекламы? Или она есть? Нет, в собаке есть реклама, слушай, но ты не забывай, что собака – это же реальный проект. И у нас очень много сейчас именно... У нас очень сильно поменялась структура рекламодателя. 30% – это тренды, все, что связано со здоровьем, это всякие разные клиники, это рекламы гостиниц, которые перефекрировались, это спа, это доктора, это очень много путешествий и очень много именно локальных бизнесов, локальных ресторанов и каких-то крупных магазинов. То есть, конечно же, там сумка с домом нашим клиентам такая останется, но потому что собака сейчас единственная рекламная площадка в Петербурге, такая вот полноценная. И больше половины сейчас у нас это наше мероприятие, это то, что мы делаем. Это премия ТОТ-50 Петербурга, это премия Будущего Петербурга, опять же, направленная на какие-то социальные тренды, скорее. То есть, это признание заслуг людей, которые сделали очень много для города, это признание заслуг компаний, и где есть в Петербурге премия, это опять же, все такое более приземленное. Юля, а как ты считаешь, реклама люксовая умрет в глянце? Или нет? Это, видимо, ко мне вопрос. Да, да. Ну, в общем-то, отчасти мой некоторый скептицизм, который вы, Николай, увидели в Милане, он связан с тем, что мне кажется, что это большой мыльный пузырь. Мне кажется, что люксовым рекламодателям, брендам нужно перестраиваться на, потому что бы жить в современном мире, и за этот год я заметила, что это происходит, потому что, если год назад ко мне приходили со словами нужно вот тут на полосу вот это самая роскошная вещь для самого роскошного человека, то за последнее время участились, причем серьезно участились предложения, смотрите, мы спасаем, ну, до коронавируса мы спасали носорогов там где-нибудь в Африке, а сейчас все спасают врачей, сейчас все бросились на передачу, я не знаю, там, от одежды, до медикаментов вообще все перестроились на какой-то благотворительный режим, и это связано безусловно с тем, что потребитель этого тоже хочет, да, если ты хочешь быть действительно модным, то ты должен быть в тренде, ну, а все это я уже в прошлом абзаце перечислила, да, вот, поэтому мне кажется, что когда люксовые бренды узнают, что такое слово нативный, и это не будет вызывать у них некоторый ужас в глазах, и забудут слово роскошный, вот тогда они перестроятся на новые рельсы, и тогда, и ведь речь идет не только о гибели глянца, то, что сказал Ян, это очень правильно, и то, что сказал Ника, это очень действительно есть такая смычка, на которой сейчас все сидят, но однажды эту смычку придется переформатировать, потому что от этого всего зависит не только глянец, но и вообще все крупные медиа, которые сейчас так или иначе ориентируются на рекламу, вот и реклама должна тоже стать в бой. Простите меня, но мне кажется, что вы немножечко все, да, все немножечко усложняете, всегда будут люди, у которых огромный излишек денег, и всегда у некоторых вот этих людей будет потребность это демонстрировать, конечно же, в этом смысле все никуда не уйдет, а остальным он же будет продаваться не потому, что вот модно демонстрируют на себе часы, на которых 60 карат бриллиантов багетов, а потому что эти часы спасли 8 тысяч носорогов. Но это та же самая история, только вид сбоку. Я считаю, что этот рынок просто сейчас обрушится, потому что людей, у которых очень много денег станет меньше, а людей, которые хотят демонстрировать, станет меньше тоже, потому что это просто уже опасно. Можно мне еще? Я вот очень согласна с Никой и с Юлей, но у меня есть вот один вопрос. Вот вы говорите о том, что станет другой люкс, станет другой лакшери сегмент. А как он может стать? Вот смотрите, чтобы содержать всю эту индустрию, красивые все эти бутики, ведь это же бы не получилось у дольщи Стефана Гавана, которые сделали линию ДНЖ. Она же просуществовала там, по-моему, лет 6-7, и они ее закрыли, хотя она была очень популярна у молодежи, потому что она начала конкурировать, мешать продаже основного бренда, да, то есть тогда нужно было закрывать либо ДНЖ, либо дольщи Гавана, потому что все понимали, за что же мы будем платить в дольщи Гавана, когда тут практически все то же самое, только в ДНЖ. То есть это абсолютно стопроцентно для меня пример. И второй момент, который я хочу спросить, ну хорошо, вот вы говорите, что перестроится. Хорошо, закроется, запустим, весь глянец, ну я имею в виду глянь, да, он будет ненужным, компания не будет платить. Я не запрою, что он идет в диджитал, он уже уходит в диджитал. Ну скажи, ну давай честно, Ник, ну согласись, что мы люди старого формата, не знаю как ты, но я точно, которые люблю купить журнальчик и в самолете его почитать. Мне вот не нравится его листать, извини меня, там в диджитале и портить еще этим в своих глазах. Яночка, я тут совершенно тебе не соратню, потому что я последний раз покупала журнал, я думаю, лет 12 назад. Я не люблю журналы и именно так сильно не люблю. Я уже давным-давно живу в этом смысле в интернете. И я, честно говоря, вообще не понимаю, каким образом живут еще бумажные версии. Я бы, честно говоря, пожалела лес. Я очень хорошо помню, вот у нас была такая отмазка для клиентов. Вот мы приходим, они у нас разложены там в отелях, у зубных врачей, да никто же давным-давно не смотрит, все сидят в айфонах и смотрят в Инстаграм, если ты придешь в какую-нибудь очередь к зубному или в салон. Я очень мало вижу девушек, которые теперь листают журналы, они все пырятся, что появилось нового времени. Друзья мои, не будут печатать журналы? Окей, не будут. Хорошо, вы говорите про диджитал. Где деньги на съемку? На диджитал? Где, извините меня, вы хотите сказать, что все равно будут давать диджитал тоже рекламу? Кто его тоже будет смотреть? Ян, у нас прирост по прошлому году в диджитал 40%. Ну, где-то уходят в интернет, Ян. Все равно, кто будет давать в глянец диджитал рекламу, пусть будут давать. Но если это будет не модно, и это будет, войдет как в какой-то список того, что об этом это не принято носить, это будет, это принято в наше время, вот, которое, наверное, наступит, люкс будет, скажем, такое, некая запретная история, ну, так скажем, условно, да, что будут все хейтить это очень сильно, люди будут стараться это скрывать, не выставлять в Инстаграм. Кто вообще будет хотеть это покупать? Все равно же мы покупаем для чего? Чтобы прийти на красивые мероприятия, там, не знаю, прогуляться по набережной, в красивом платье, там, выйти в красивом купаль. Кто, если это будет не модно, и это будет совершенно неправильно, кто это будет покупать? Неважно, будет реклама, глянка. Яна, это будешь ты, это будешь ты. Я же сказала, Ника, не хватит для меня, для моих детей, для моих внуков люкс. Я не буду покупать, если это будет. Я подозреваю, что тебе, что тебе не хватит с твоей страстью к вот этой вот красоте люксовой, я думаю, что ты не скоро еще от этого излечишься, поверь мне. Я говорю сейчас с твоей любовью. За сердце. Если Яна уйдет, все, закрываемся в России. Ну, понимаешь, чем дело? Вот смотри, я хотела, у меня была такая шальная мысль, думаю, вообще буду, вообще вот там в трениках ходить, там, со сковородки, есть, все. Ну, знаешь, что я тебе скажу? Ну, было бы нечестно, понимаешь? Подумала, подумала, конечно, это бы собирало нереальное количество просмотров, нереально, но жить там в доме, в котором ты заработал вместе с моим мужем, да, честным трудом и показывать, что ты там в какой-то комнатке живешь или там, не знаю, там, ну, условно говоря, ходить там в каких-то, в какой-то холщовой рубашке и говорить там, что, извините меня, я весь люкс там раздаваю. Ну, Судьяночка, не, слушай, не кидай себя в крайности, будь с собой, в этом твоя и прелесть, за это тебя любят и ненавидят. Все-таки ты гнешь твою линию. Нет, как такая страна, почему шапки, почему без шапки. Поэтому у меня сейчас абсолютный нейтралитет, завтраки сохранила, но видео у меня абсолютно народные. На все аудитории. Ну, я думаю, что людям в то время что-то дарят, то деньги, то обувь, то сумки, в общем. Люди... Нет, это великолепный тренд, тренд, я считаю, что это вообще гениальная с твоей стороны идея начать щедро разбрасывать вот эти вот люксовые дары, кидать в народ. Но, Ян, я тебе могу сказать, честно, меня тоже немного коробит. Не так от этого надо избавляться. Это стилистически независимо. Ты знаешь, люди очень радуются, это раз. Во-вторых, подошли спонсоры, дали там 10 прекрасных пар Джимми Чу, 10 прекрасных пар Энекка Уилла, красивые комбинезоны Одри. Люди получают и счастливы, потому что в такое время они бы никогда в жизни себе это позволить не могли, а им это, знаешь, приходят красивые упаковки, посылки с моей открыточкой. Вы знаете, это такой маленький кусочек счастья, который я могу подарить своим подписчикам. Они это очень ценят. Ян, вот как раз о партнерах. Мы в прошлом году оценили твои доходы. Был такой список блогеров, наиболее хорошо зарабатывающих в интернете, в том числе на Инстаграме, где-то в полмиллиона долларов, по-моему. Ты в передаче с Ксенией Собчак сказала, что ты примерно миллион зарабатываешь в год. Миллион, да? То есть ты чувствуешь в принципе рост доходов, да? Ну, я смотри, вот сейчас карантин, у меня, я подписала огромный рекламный контракт, вы скоро увидите, невероятно большой по нынешним временам. Он, естественно, народный, но очень вкусный, поэтому я это действительно каждый день завтракаю им, и люди увидели, что это по-настоящему Яна завтракает и очень любит этот продукт, и поэтому скоро увидите, мы уже все это отсняли, поэтому мне кажется, что... Что ты скажи мне за страшные деньги, мне уже интересно. Я не могу это коммерческо тайно разглашать, не могу, но могу сказать, что это фантастическая сумма, по нынешним временам, наверное, это моя стандартная сумма, была бы за рекламный контракт, но то, что я считаю, это то, что все, что я не делаю, это монетизируется в деньги, поэтому даже на карантине подписали рекламный контракт, мне кажется, это неплохо совсем. Юля, Пош, мы вот начали этот разговор... Да, у меня тут сумелись и девались надвичными ценностями, Яна все монетизировала, Яна, мои восхищения. Ну, это прекрасно. Юля, я хотел вас спросить, вот вы чувствуете какую-то динамику в доходах, вы тоже входите в один из рейтингов Forbes 30 до 30, то есть у вас вполне успешный телеграм-канал. Вы чувствуете динамику, что к вам приходит рекламодатель, да? Ну, вы знаете, жаловаться нам, конечно, не на что. Мы, как и все, первое время очень переживали за то, как отреагирует рынок на вот эту всю ситуацию, на карантин, на пандемию, но опять же, в связи с тем, что люди действительно ушли в диджитал, даже те, кто как бы до этого, может быть, меньше смотрел телеграм, тут же начали активнее смотреть, читать, там глубина прочтения каждого поста, она выросла в несколько раз, поэтому, опять же, нам жаловаться не на что, к нам действительно, слава богу, приходят, возвращаются с нами, заключают, ну, как бы, контракты, довольно большие, серьезные бренды, компании, вот, собственно, тоже мы очень радуемся, как и Яна, и тот пакт, что люди возвращаются, возвращаются, например, один раз делали хоть единичное размещение, а потом возвращаются уже с большим контрактом, это показывает то, что мы очень эффективны, то, что, как бы, они посмотрели на эффективность сотрудничества с нами и решили его расширить, поэтому, ну, как бы, наверное, в каком-то смысле карантин нам помог, но какие-то цифры конкретные назовете, насколько выросла, скажем, прибыль? Ну, я думаю, что раз в полтора-два. Полтора-два именно за эти три месяца? Да, да, да. То есть, это серьезно. Давайте, такой последний вопрос, мне хотелось узнать, ну, мы пунктирно об этом поговорили, но все-таки, каким будет мир, когда все это закончится, Юль Варшавская, давай с тебя начнем. Я думаю, что это будет мир, который сначала выйдет в оффлайн и будет просто в восторге бегать голышом по улице, а потом этот мир окончательно поймет, что в онлайне ему было удобно, и это видно по динамике, динамике трафика у самых разных медиа сейчас, потому что сначала трафик очень сильно вырос у всех, потом он пошел на спад, потому что люди устали, людям очень хочется в лес, причем вот в буквальном смысле этого слова. Но когда вот этот вот переход, знаете, ломка пройдет, я уверена, что мы действительно будем в диджитале, я думаю, что закроется большое количество глянца, я думаю, что журналы станут, печатные журналы станут как книга, причем такое действительно ну как бы очень красивое чтение, и к этому стремится на самом деле медиа давно. В общем, я думаю, что этот карантин и в смысле люкса, и в смысле глянца, и в смысле нашего поведения в социальных сетях просто послужил гигантским таким пинком для всего того, что развивалось медленно последние пару лет. Ну вот, как засняли карантин в Китае, как ты, наверное, видела эти цифры, да, продажи за один день в Эрмесе выросли на 2 миллиона долларов, да? Потом упали. Ну, потом они просто, это был отложенный спрос. Пустые бутики стоят. Что? А в Париже, кстати, пустые бутики стоят и Шанель, и Эрмес. Все закрыто, потому что в Париже. Нет, они открыты, вот мы даже укладывали, кстати, в антиглянце фотографии, сделанные одним из наших читателей, там все открыто, там стоят прекрасные консультанты, охранники, все в масках, и типа два клиента, один клиент, там нет не то, что очереди, там людей нет. то есть полгода человек. Ну, в магазины, в Ницце открыты, в Монако открыты, в них никого нет. Ну, вот, собственно, о чем я говорю. Я думаю, что основные последствия будут следующие, я думаю, что года 2, 3, 4, люди будут просто разгребать финансовые последствия. Коля, не будет никому дела ни до каких трендов, будут просто переструктурироваться какие-то огромные отрасли, которые разорятся. Я думаю, что, конечно же, то, что мы обсуждаем, это на повестке вот этого мира после пандемии будет на, даже не на 10-м месте, а на 110-м, потому что, конечно, человечество будет оправляться от финансовых последствий, от финансовых красок. Это будет, конечно же, первая на повестке стоять реструктуризация каких-то огромных, даже не компаний, а в первую очередь отраслей, которые, ну, просто погибли, таких, не знаю, там, как авиаперевозки, туризм. Я еще читала совершенно жуткую статью про банкротство Херца. Ты не читал? Это же абсолютный ад. То есть, это одновременно и повлияет, да, и повлияет и на рынок машин, арт, индустрия. Слушайте, гляньте здесь наше с вами его потребления, а также модной индустрии, я думаю, что будут не самыми актуальными. Конечно, года два-три будет формирование именно вот, ну, как перестраиваешь квартиру, да, по эргономике, так же будет перестраиваться мир. Яна, а ты что думаешь, как изменится мир? Ну, мне кажется, что все девочки абсолютно правильные вещи сказали. Конечно, ну, несмотря на то, что, конечно, реклама в Инстаграме у меня действительно и благодаря Инстаграму, правильно сказать, благодаря тем трендам, которые, может быть, я делаю со своими видео. Я, кстати, перешла еще в ТикТок, и вот поздравьте, у меня вчерашнее мое видео набрало миллион сто тысяч просмотров. Я всего 10 дней в ТикТоке. Вот, поэтому я могу сказать, что Инстаграм, благодаря Инстаграму у меня действительно много сейчас рекламы, контракты рекламные, но я очень переживаю за наш шоу-бизнес, за наш рядовый бизнес, потому что у нас отменены все шоу не только в России, но и в мире. Вот, будет ли новогодний шоу, чтобы я снова собрала 150 тысяч, 200 зрителей, никто пока мне не может прогнозировать это, потому что, может быть, вторая волна коронавируса в сентябре, и тогда я не смогу провести свои декабрьские шоу. Вот, поэтому мне кажется, что сейчас сложное время. Я не думаю, что люкс будет востребован так, как он был востребован до этого. Я думаю, что люкс упадет до 30%. Я думаю, что очень мало кто будет покупать люкс в том объеме, который покупал. Хорошо, спасибо. И Юля, может быть, еще что-то добавите? Ну, в целом, я абсолютно согласна и с Юлей Варшавской, и с Никой, и с Яной в этом смысле. По поводу глянца я давно уже говорила, что мне кажется, что это все в какой-то момент просто превратится в то, что журналы будут выходить один-два раза в год вместе с кроссовками, не знаю, какими-то коллабами и прочими эксклюзивными дропами. Это будет уже некий такой, ну, такой piece of art, может быть, но, скорее всего, все равно как-то мутирует. В том виде, в котором мы видели журналы, они просто, на самом деле, аудитории уже не требуются. Я сейчас не говорю про людей вроде Яны, которые по старой памяти покупают и листают, а про более молодую аудиторию, которой просто, ну, как бы лень этим заниматься, если ты можешь все посмотреть быстро в диджитале, переключать в телеграме каналы и, в общем, тратить свое время уже на что-то другое. Ну, не знаю, Юль, вот вчера у меня, например, у меня с сыном был разговор, ему 18 лет, скоро 19 будет, он меня, например, горошил, что я пользуюсь популярностью среди его одноклассников, при том, что я человек из журнальной сферы, ну, конечно, я есть в диджитал, как и все мы, но не то, чтобы я там какой-то кумир молодежи, да, то есть, вот новое поколение, оно... Какие одноклассники, значит, у вашего сына интеллигентные? Ну, почему вы считаете, что те, кто читает журналы, это интеллигентно? Я не вижу, на самом деле. Нет, конечно, но в любом случае, если говорить о каких-то глобальных трендах, то все равно журналы, они станут, ну, каким-то им более... Ну, вот они превратятся в а-ля какие-то коллекционные издания и будут, ну, как мне кажется, выходить уже с каким-то другим посылом. Они каждый месяц транслировать, там, 10 горячих новинок в месяц, 20 способов, как похудеть, 60 способов, как получить, не знаю, там, новую должность на работе и прочие прекрасные выносы, которые мы с вами наблюдали последние 25 лет. И вот еще один момент. Мы все с вами стали самостоятельными СМИ. Вы согласны? Все мы самостоятельные СМИ. И вот смысл, да, вот я думаю, что после карантина, ну, наверное, упадет желание у кого-то давать там рекламу в глянец, когда можно будет договариваться с инфлюенсерами, с глобальными инфлюенсерами, которые будут у себя постить эти какие-то прекрасные вещи люксовые и так далее. Я думаю, что да, действительно, Инстаграм будет развиваться еще больше. Скоро ТикТок обгонит в глобальном плане Инстаграм. То есть я предрекаю ему большое будущее, в том числе даже и в люксе. Уже видим это по Америке. Поэтому мне кажется, что все, естественно, поменяется. Но, как я думаю, все равно надо держать свою линию и при этом как-то не изменять основной концепции того, что, в принципе, заложено в твоих социальных сетях. То есть, если вы были антиглянцем, надо им быть, продолжать, потому что вас любят такими, какие вы есть. Нику любят такой, какая она есть. Если даже она поменяется глобально, ее все равно не разлюбят. И меня в том числе, и Николая, и Юлю Варшавскую. То есть смысл в том, что меняться надо, но глобально фишки свои нужно все равно оставлять. спасибо большое. Суммах Шанель, к счастью, не станет меньше в Инстаграме Яны Рудковской. Давай, что мне тут, пообещать, поклясться? Да нет, ну, Ян, ну что вы. Последний, последний бастион люкса, оставьте, оставьте. Хорошо, оставим бастион люкса, Яна. Делайте дальше. Яночка, ты будешь хранителем главным. Супер, Ника. Спасибо всем большое, будьте здоровы, надеюсь увидеться в оффлайне. Спасибо. Хорошего дня. Спасибо. Это был Forbes карантин, будьте здоровы и подписывайтесь на наш канал на YouTube. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok